Меня попросили сделать обзор на фильм «Субстанция», постараюсь коротко, я его не досмотрел. Фильм очень вторичный, это скорее всего было бы уместно в рамках сериала «Черное зеркало», то есть 30 минут этому фильму красная цена. В качестве такого прикола в контексте «Черного зеркала» это вполне уместный такой боди-ужастик. Таких много, они в череде нескольких короткометражек очень хорошо заходят. Ну как вот полноценный фильм, он очень вторичный, такой рёффин, бендинг-рёффин на минималках. Терри Гиллион на минималках или Кроненберг на минималках. В общем фильм мне показался достаточно неоригинальным, в нём нет какого-то ужаса, неприятных таких моментов, которые можно было увидеть бы в любом другом фильме. Например, мне кажется, он наиболее неприятный, более вызывающий шок и пробирающий прям до мурашек, ну вот до самых нервов тебе. Фильм это все страхи бо, он гораздо более неприятный, чем вот этот вот. Нет, ну в хорошем смысле неприятный. В этом я не увидел ничего неприятного, достаточно избитые ходы. А ещё и это, ещё и Ароновский на минималках. Вот, он тоже любит такие приколы. Много спецэффектов, много саунд-дизайна. Всё это достаточно попсовенько, неоригинально. Фильм не вызывает никаких эмоциональных переживаний. Очень плоский такой, с хорошим, добротным таким знанием всяких трюков кинематографических в сфере монтажа. Сочетание это со звуком. Ну вот это вот там перебор особого впечатления он не производит. Довольно проходное кино, просто вот так вот оно попало. Там много всяких сексуальных моментов, которые запали. Я бы даже назвал это такой немножко для поклонников 50 оттенков серого. Что-то вот типа. Ну и для поклонников всяких боди-ужастиков. Это вполне нормальная тема, но там нету какого-то интересного месседжа. Я его не проследил. Может быть там мне ещё осталось 30 минут досмотреть. Всё время хотелось промотать этот фильм и просто увидеть, что же в конце. Поэтому я его отношу вот как раз-таки к разряду таких короткометражек. То есть вот за 30 минут можно было бы легко рассказать эту историю. Но её решили размазать, растянуть, вложить каких-то вот, какого-то своего женского отношения. Очень омерзительно показаны мужчины, которые вот вынуждают женщин вот быть такими безумными. Вот такой-то смысл такой торчит. Ты очень он такой примитивный. Мне показался этот фильм пустым. В отличие, например, от там неонового демона, который примерно вот с которого немножко тут слизано. Неоновый демон с первых кадров затягивает тебя и приглашает к рассмотрению каждой сцены как отдельного маленького фильма. Ценно, когда такое происходит. Такое есть и в фильме «Все страхи Бо». Такое есть в фильмах Кроненберга. Мой любимый фильм «Экзистенция». У него тоже много таких боди, можно сказать, боди-хорроров. Но они более стильные, более авангардные. Здесь же учтён опыт авангардистских тенденций в кино, авангардистского языка. Но это сделано достаточно обычно, как это происходит в любом другом кино. Здесь просто перегрузили немножко вот этой клиповой эстетикой, подменив ею отсутствие месседжа, отсутствие вот такой подлинной метафизики. Поэтому мне фильм отткался пустым, такой фальшивкой.